Привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам о 10 вещах, из-за которых бедные люди остаются бедными. Задумайтесь, что из этих вещей вы сами делаете и как это влияет на вашу жизнь. И кто знает, возможно прекратив это делать, вы достигнете цели, о которой всегда мечтали. Инстардинг представляет 10 вещей, которые делают бедные и не делают богатые люди. Номер один. Бедные люди очень много смотрят телевизор. Если у вас достаточно времени на просмотр любимых передач, фильмов и сериалов, то, вероятно, вы бедны. Это удивительно, как много люди тратят времени на бессмысленные передачи. Это занятие, которое отвлекает вас и не дает вам двигаться вперед. Если вы в курсе, кто из знаменитостей скоро поженится, следите за выходом новых серий и различных передач, или у вас уже есть любимый спортивный канал, то, вероятно, вы смотрите телевизор слишком много. Слухи о жизни знаменитых людей не помогают вам достичь успеха, зато они приносят пользу знаменитостям. Богатые люди стремятся быть на телевидении, а не смотреть его. Вы можете сказать, что смотрите юмористические сериалы, которые помогают вам отвлечься от проблем. Как раз в этом и есть подвох. Вы убегаете от реальности в сериал, вместо того, чтобы заниматься своими проблемами и решать их. Задумайтесь, действительно ли просмотр телевидения приносит вам так много удовольствия. Вы можете сказать, что нужно смотреть телевизор, чтобы знать, что происходит в мире, быть в курсе происходящего, но проблема в том, что телевидение всегда освещает события предвзято, дабы соответствовать своей направленности. Вместо этого используйте возможности интернета, чтобы бегло узнать, что произошло в мире, а затем приступайте к своим личным делам. Номер два. Бедные люди питаются фастфудом. Здоровье очень важно, и многие бедные люди не интересуются составом того, что едят и каким должно быть здоровое и правильное питание. Бедные люди употребляют очень много сахара и жиров, имеющих очень мало пищевой ценности. Этим они буквально разрушают свой организм и, как результат, не могут выкладываться на все 100% в работе. Если человек нездоров, то это прямо влияет на все аспекты его жизни. Он страдает в физическом, ментальном, профессиональном и даже в романтическом аспекте его жизни. Номер три. Бедные люди винят окружающих в своих неудачах. Сколько из ваших знакомых всегда находят какие-либо причины, которые помешали им добиться успеха? На 99% ваша жизнь зависит только от вас. Запомните, именно вы управляете своей жизнью, вашими отношениями и даже возможностями. Вы хотите перемен? Так сделайте что-то для них. Жизнь – это не череда обстоятельств, а ваша реакция на них. Когда случаются неудачи, бедные выбирают роль жертвы, в то время как богатые разбираются в ситуации, пытаются выяснить причины, чтобы не допустить подобного в будущем. Пока одни страдают и жалеют себя, другие используют это для своего развития. Номер четыре. Бедные люди не имеют денежных накоплений. Существенная разница между бедными и богатыми в том, что бедные не думают о том, что ждет их дальше. В случае, если произойдет что-то непредвиденное. Денежные сбережения позволят вам решить проблему, но если их нет, то возможно вам придется продать свое имущество или искать вторую работу. Когда ситуация решена, богатые сохраняют свое прежнее положение, но уже без накоплений, в то время как жизнь бедных серьезно ухудшается. Если появляется возможность улучшить свою жизнь, богатые люди могут вложить отложенные накопления и воспользоваться этим, в то время как остальные не в состоянии себе этого позволить. Вот почему богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Номер пять. Бедные люди пользуются кредитами или берут взаймы на бесполезные вещи. Богатые люди тоже берут кредиты, но используют их по-другому. Если вы занимаете деньги, чтобы купить вещь, которая не принесет вам больше денег, чем было на нее потрачено, то не делайте этого. Вы должны пользоваться кредитом только в том случае, если вы используете его для инвестирования в прибыльные проекты. Номер шесть. Бедные люди склонны заводить больше детей. Для воспитания ребенка нужно много денег. Люди редко задумываются об этом, когда планируют ребенка. Если вы живете в одной из развитых стран, то воспитание ребенка обойдется вам примерно в 250 тысяч долларов. Из-за недостатка образования, плохого окружения и других факторов, бедные люди уже в молодости обзаводятся детьми. В отличие от них, богатые предпочитают улучшить свою жизнь и обеспечить должные условия для жизни своим будущим детям. С появлением ребенка у бедных начинается борьба за выживание, при которой перспектива на улучшение жизни практически исчезает. Номер семь. Бедные люди тратят деньги, которых еще не заработали. Одна из самых больших опасностей в жизни – это тратить деньги, когда у вас их еще нет. Если вы постоянно занимаете деньги на покупки, то рискуете скатиться на самое дно. Номер восемь. Бедные люди окружают себя другими бедными людьми. Есть предположение, что человек – это нечто среднее от пятерых его близких друзей. Если вас окружает пять бедных человек, то наверняка вы шестой. Одна из причин, почему человек не богатеет – это то, что вокруг него всегда бедные люди. Вам нужно то окружение, которое вдохновит вас и подтолкнет к действию. Те люди, которые сами добились успеха. Тот, кто успешен, легче замотивирует вас и поможет в преодолении текущего застоя. Если ваш круг общения не менялся с молодости, вы должны быть вдвойне осторожны. Не бойтесь выйти из привычной компании и направиться к чему-то лучшему. Не делая этого, ваш потенциал будет разрушен теми, кто хочет видеть вас такими же, как и они сами. Номер девять. Бедные люди никогда не реализуют свои идеи и потенциал. От вас не зависит, кто ваши родители, где вы родились и как общество относится к вам. Единственное, что в вашей власти – это усилия и старания, которые вы вкладываете в реализацию своих целей. У каждого человека есть только 24 часа в сутки, и все же некоторые делают гораздо больше, чем другие. Если вы направите себя на обучение, достижение того, о чем вы мечтаете, то успех рано или поздно придет к вам. Если у вас есть идея, вложите в ее реализацию силы и время, расскажите о ней, выслушайте чужое мнение о ней, внесите улучшения и попробуйте снова. Номер десять. Бедные люди считают, что другие должны помочь им добиться успеха. Никто никому ничего не должен. Вы сами выбираете свой путь и сами по нему идете. Вы сами в ответе за то, что происходит в вашей жизни. Только лучшие из лучших получают награду в виде успеха. Те, кто никогда не сдается. Те, кто всегда учится, адаптируется и понимает, что никто не решит их проблемы за них. Поступайте так же, и скорее всего вы встретитесь сильных людей, которые разделят ваши взгляды и стремление к успеху. В противном случае вы останетесь среди серой массы, которая склонна к неудачам. Надеемся, это видео поможет вам поменять свою жизнь и прийти к поставленным целям. Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг и обязательно поставьте лайк. Спасибо вам за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok